Будет ли причал в Качикатсах принимать руду редкоземельных металлов с Тамторского месторождения? Сегодня в селе Качикатсах Ангаласского района с населением встретились представители компании «Восток Инжиниринг», экологи, общественники и республиканские власти. Поводом для встречи стала обеспокоенность населения, распространенными в социальных сетях слухами о намерении компании транспортировать руду до Качикатсов, затем же детранспортом за пределы республики. Люди беспокоятся за экологическую безопасность. Репортаж Туяры Филипповой. Эта встреча должна была состояться еще две недели назад, но тогда она прошла без участия представителей компании-недропользователя. Но и в этот раз главный вопрос – почему через Качикатсы и как и в чем будет перевозиться руда? «Железная дорога – это еще не зараживает окончательно. И как вы думаете перевезти это по негодовой дороге в такой тяжелый, дорогой минераловый металл?» Как ответили представители компании, Качикатсы – это один из нескольких вариантов, рассматриваемых по транспортировке руды. А беспокоенность жителей разделяют и некоторые депутаты. Заверения представителей «Востока инжиниринга» в низкой радиоактивности перевозимой руды убедили не всех. «Конечно, мы не против развития, но против, чтобы эта перевозка шла по нашей территории». Ситуацию попытались смягчить экологи, утверждающие, что контроль надзорных органов ведется уже сейчас и будет на всем протяжении реализации проекта. Местное население разделилось на тех, кто против строительства речного причала и за. «Почему ни одного качикатского жителя не работает в моей фирме? Думали, нет? А нету никого. И перспективник, и школа, 11 класс, и все в город идут». Где-то посередине оказалось мнение местных властей. «Создадим межфинусную рабочую группу, куда войдут и жители качикатского наследия. Для того, чтобы можно было выехать прямо на месторожение, там, например, на месте удостовериться, насколько опасен радиационный фон. А так, например, говорить действительно, я понимаю, что некоторые из вас приехали, чтобы просто свою значительность показать. Раз, поднять свой имидж». Общественники отмечают, правильно, что население еще до начала проекта интересуется планами компании и открыто высказывает свои опасения. Как заверили представители «Восток инжиниринга», это только начало совместной работы, и подобные встречи с населением станут регулярными. «Больше мы будем общаться с населением, больше будем выходить через средства массовой информации, посещать, приезжать, погружаться в быт, проблемы качикатсов и так далее». В любом случае, когда проект будет разрабатываться, общественное мнение жителей Хангаласского луса будет учтено. Так же, как и жителями Оленюкского луса, которых на таких же встречах удалось убедить в нужности разработки тамторского месторождения, как для страны, так и для республики. Добывать на тамторе руду планируют с 2020 года. Туяра Филиппова, Владимир Таюжский, НВК Саха, Качикатсе, Хангаласского луса.